Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 Ну, Людмилочка, помирись! Я упажу! Сейчас я упажу! Людмилочка, я все-таки твой муж! Ну, ну, остаешься? А куда? Конечно, остаюсь. У сестры? У кого есть? Четыре человека. Остаюсь. Пока не смейте меня застреть! Ну и... Придется жить вместе. Как говорится, почитеробно не в обиде. Надо что-нибудь предпринять. Разгородиться придется. Ага. Прямо отсюда вам напополам. Правильно. Хорошая идея, Людмилочка. Молодец. Вообще супер идея. Позитово, ты слышишь? Что? Поступило предложение. Разгородиться. Не возражаю. Предложение принято. Так, мальчики. Протянули занавесочку отсюда. До сюда вам. Вы справа. О, как выходит. А вы немножко подвечите. Красота-то какая. В пять минут и квартира из двух комнат. Прямо американский размах. Товарищи, это наша половина. Ваша. Вася. Иди сюда. Вася. Да. Стелька. Это у нас стол. Ага. Кто? Да. А, нравится. Мне тоже ужасно нравится. Ага. Ты меня любишь? Да. Я тебя очень-очень. А ты меня? Да, тоже люблю. Подволь меня. А-а-а. А-а-а. Красно-депрессный след. Вася, иди сюда! Вы, пожалуйста, свет не включайте, а то читать неудобно. А, я извиняюсь! Вася, прийди меня! Между прочим, очень кушать хочется! Васька, вы даете что пожрать? Нет, колбаса! Да ёшка, колбасу! Ух, это... это не порядок! Я тут от сестры кое-что принесла. О, баранки есть. Можно чай попить. Чай, будете пить? Кузнецова, ты слышишь? Поступило предложение пить чай с баранками. Я правда не знаю. А, пожалуйста, не стесняйтесь. Спасибо, конечно. Только у нас ничего этого нет. Часик нам, ложек. А, пожалуйста, пожалуйста. Пока себя не заведете собственное, можете пользоваться нашими. Правда, котик? Ясно, ясно. Предложение принято. Где у вас ступня? А, давай я свяжу, поставлю. Нет, товарищи, это неправильный подход. Я тоже хочу принять участие в строительстве. Давайте мне сюда примус. Урал! Разделение труда. Вы меня только проинструктируете, как им пользоваться. Кузнецова, ты тоже себе возьми какую-нибудь нагрузку. Какой вы смешной. Вы его неправильно держите. Так. А, зажигать? А, разжигать так. У него заканчивается бомба и керосин. А винт, видите? Открывается. Берется игла. И прочищается головка. Так. Понятно? Понятно. Берется помпа, прочищается блюдечко и покупается керосин. Вы ничего не поняли. Идемте. Я вам сейчас все объясню. Ой! Котик! Вы даже не будете ревновать? А вы? А вы приготовьте посуду. Да. Только я не знаю, где у вас и что. А, Вася, помоги. А вы идемте. Только я хочу за вас держаться. А то там велосипед. Держитесь. Помпа, блюдечко. Словом, всем пинус реализации. Ну, показывай, где у вас тут что? В корзинке чашечки доставай. Осторожно! Не беспокойся. Такие-то дела, Тонечка Кузнецова. Сколько лет? Сколько зим? Что-то около года. Чашки куда? Ставь. Хорошая была зима. Блюдечки куда? Сюда же. На патриархских трудах часто бывают? И не думаю даже. Не думаешь? Что ты на меня посмотришь? Год. Всего год. У тебя муж. У меня жена. Очень обрамотливый вообще. Я думаю, это мое личное дело. А чего ж ты погрязнела? Сакрик куда? Сыпь куда-нибудь. Не встань на меня смотреть. То дерево. То дерево на патриархах пролах помнишь? Десятость края, если считать от грелки. А я потом всю ночь напролет по всей Москве, как ошалел и снег еще помню валил. Всю грудь залепила. И ресницы, знаешь, и волками такими. Целый год. Шутка сказать. А ты как раз самая, как была. Снегу людей разные. Лишь одна моя на века. Солнышко мое ясное. Не отдам тебя никогда. Пусть нам мы с тобой поняли, Что вдвоем вдвойне веселей Даже проплывать по небу, А не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, Хочет от меня закрыть. Милый мой строгий, Милый мой строгий, Как же я хочу в этом быть. Поздно мы с тобой поняли, Что вдвоем 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 веселей, Даже проплывать по небу, А не то, что жить на земле. Солнышко мое ясное. Солнышко мое ясное. Не то, что один примус, А целую фабрику примусов Могу поджечь. Какой вы смешной, Абрамчик. Прямо с ума можно сойти от смеха. А у вас? Все готово? Все сделано? Все. И ничего у вас не сделано. Ну разве так засыпают чай? Ой! Баранки! Открывайте! Хлеб не нарезали! Вон они куда, Негодная парочка! Я сейчас сама все устрою. Товарищ Абрам! Садитесь сюда! Вы вполне заслужили! После трудов праведных! Товарищ Толя! Садитесь рядом со своим супругом! А я рядышком заспалю! Вот так! Теперь будем чай пить! Привет! Ай, чертова! Горбонь! Здорово, ребята! И-е-е! Что я вижу? Да у вас тут банкет с девчатами! Ну чего такие девчатки? Симфатичные! В честь тебе представиться! Высоцкого знаешь? Знаю! Акуджау знаешь? Знаю! Емельяна Черноземного! Знаешь? Не знаю! Так вот! Емельян Черноземный! Это я! Моё новое поём! Слухали? Слухайте! Называется извозчик! Эх, сглотал мне парня город! Не вижу родного месяца! Расстегну я пошире ворот, Чтоб сподобнее было повеситься! Был я буйный, весёлый парень! А ржаная была голова! А теперь погибаю, парень! Потому засосала носка! Эх! А! 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 Ты молза пользу открю! На, пощупай! А! А что, может брешу? Неважный экспромт! Так, ребят, переночевать-то можно? Не угадал, старик. Видишь, какое дело? Вернились. Что? Ну, я да, Абрам. Не, а вы серьезно? Да, хуй, а! Я на Людмиле, а Абрам на Тоне. Когда? Сегодня. Стойте, ребята! Есть экспромт! Пережелились все, ребята, и уж довольны, как и я-то. Лишний Лен был известный, но касался без меня. А, куда ж ты, куда? Чаю попей? Не, куда ты там? Бегу организационную улицу делал. Видели ненормального? Сейчас Севров звонил. По всей общаке растрясем. Явный упадочник. Как хорошо играть радио! Игра себе на счастье! КОНЕЦ Кто это? Это моя бабушка. Домашняя хозяйка. Бабушка. 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 А это дедушка. Герой труда. Выдвиженец. 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 Котик. Грязными сапогами на чистое одеяло. Да, мне бессовестно. Кого прологи. КОНЕЦ Бабушка. И дедушка. КОНЕЦ 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 Ты меня любишь? А ты меня? Ну, а ты? Тоже люблю. Очень? Очень. Очень-очень? Очень-очень. Очень-очень-очень-очень-очень. Очень-очень-очень-очень-очень. О! Ну, так покажи, как ты меня любишь? Вот так. А я тебя. Так. Поцелуй меня. А ты меня. Я тебя так. Поцелуй меня. А теперь я тебя поцелую. Теперь ты меня. Ну, хватит. О! Значит, ты меня не любишь? Люблю. Определенно не любишь. Определенно люблю. Так не любят. Ну, а так же любят. Ну! Что ж ты на меня? Ну, перестань. Я тебе, милошадь. Успокойте ваши нервы. Ну, давай мириться. Поцелуй меня. Не хочешь? Так подскажи своей кошечке. Мяу! Мяу! Могу еще раз? Мяу! Иди, котик, я отпушу тебе носик. Иди выпей, малышка. Я не могу жить зря этой бабушки, домашней хозяйки. Это вот дедушки-выдвиженцы. Они мне органически противны. А кто виноват? Ты виновата. Почему это я? А чей дедушка? Твой дедушка. Чья бабушка? Твоя бабушка. Подумай. Молчи! Чьи вот эти вот чашечки? Твои чашечки? Чьё-то всё молочко? Твоё молочко. А кого? Кого засасывает мелкобуржуазное болото? Да меня засасывает это болото. Подумаешь? Его засасывает мелкобуржуазное болото. А меня? Меня не засасывает. Кто говорил? И будем с тобой, Людмилочка, строить новую жизнь. И я тебе, Людмилочка, буду читать книжки. И я тебя буду водить в разные клубы. А где? Где что это? Подумаешь? Я тебя спрашиваю. Где всё это? Нету. Забудьте. Людмилочка, прищи, котик и бог. И не забудь. Котик хочет ням-ням. Котик хочет бай-бай. Ай, нет. Нет того, чтобы научить чему-нибудь хорошему. Такое дело? Куда же ты хочешь? Тебя лишь противно. Подожди, давай мириться. Позал меня в косы. Чёрта, лызова. Пусть тебя целует вновь твой дедушка. Подожди, дедушка, ему не понравится. А путь надо. Катик чудо, дамочка. Ну почему? Почему я такая несчастная? Ох уж нет, проклятый велосипед. Посмотри, Донька. Радочная дыра. Не мешала ему регулировать. У тебя иголки нет, есть? Нет. Образцовая жена. Абрам, я тебя просила без мещанства. Последние штаны у мужа. Доступ? Так это мещанство? Хорошенький тезис. Ну, будем чинить? Будем. Даёшь? Абрам, а тебе есть не хочется? А тебе? Представь себе, хочется. Представь себе, мне тоже очень хочется. И главное, в чём же дело? Только вчера утром съели 400 граммов варёной колбасы, и уже опять хочется. Прямо-таки не объяснимый факт. Ну? Ну, давай уж читать. Давай. Давай. Абрам, у нас осталось что-нибудь от вчерашней колбасы? Осталось. Две страницы из луны с правой стороны. Можем солидно закусить. Хорошенький муж. Кузнецова, только без мещанства. Мещанства здесь ни при чём. Может, я здесь при чём? Да? На чём мы остановились? Мы остановились на том, что очень хочется кушать. Абрам! Не забывай, что я теперь не жена-рабыня, а свободная подруга в жизни и товарищ в работе. Америка! Да мы прекратим эту дискуссию и будем читать дальше. Не останавливаясь на прошлых попытках, перейдём к новой теории, разработанной экономистом Карлом Бюхером. Кузнецова! Довольно! Я не хочу никакого Карла Бюхера! Я хочу большой кусок хлеба! И не менее большой кусок мяса! Я хочу грандиозную яичницу из, по крайней мере, 6-7 яиц! Я хочу сало! Я хочу огурцов! И тебе, как своей жене, я заявляю совершенно конкретно! И я хочу лопать! У тебя феодальное представление о браке! Феодальное понятие! Она меня еще учит в политграмоте! Шшш! Что подумают соседи? А-а-а! Соседи! А соседи! Это не феодальное понятие! А то, что у мужа подраны последние штаны и некому их зашить, это не феодальное понятие! А то, что есть нечего, это не феодальное понятие! Фахта! Упреки! А куда ж ты, Кузнецова? Я не обязана давать тебе отчета своих поступков! Да, Донька, Донечка, успокойся! Фахта с меня! Да не успокоится! Настоящий стопроцентный феодальный семейный стендер! Главное, в чем же дело? Сходство характеров есть! Зимное понимание есть! Рабочий контакт есть! Все есть! Вместе с тем, такая страшная неувязка! А кушаться хочется! Котлеты! Котлеты! Кожись, котлеты! Но я бы даже сказал, что яичница с луком! Можно? Никого! Или неэтично? Ого! Сколько первоклассной жизни! Котлеты! Или неэтично! Просто потрогать руками! Ой, не могу! Ой, да не могу! Я извиняюсь, но произошла грандиозная неувязка! Неувязка? Ой, ну на кого он похож! Это вас Бог наказал? Бог? Это понятие чисто-феодальное! А почему же полком лазить? Это не фиг! Это не фиг! Это не могу даже выговорить! А что такое частная собственность? А что такое частная собственность? Посмотрите на себя в зеркало! Не расчесаный! Голодный! Вот наш доминопорвано! Что это интересно знать смотрит ваша дорогая супруга? К сожалению, моя дорогая супруга смотрит исключительно в историю общественных форм Плотникова! О, победник и обрамчик! Какой вы несчастненький! Идемте, идемте, идемте! Стойте смирно! А что это будет? Ну, я вам сейчас зашью штаник! Он всегда готов! Вот так! Ой, ну не вертитесь! Как маятика толкалю! Если честно, мы дыра! Ну, у нас собаки зубами трепали! Это феодальный велосипед! Черно подрал! Ну-ну! Не вертитесь! А то серьезно говорю! Уголю! Вот так! О, а это кто висит? Ой, это моя бабушка, домашняя хозяйка! Она редко симпатичная старушка! А это? Дедушка! Тоже первоклассный старик! Герой труда! Выглеченец! Как же, наверное, здорово иметь такую симпатичную бабушку и такого многоуважаемого дедушку! Вот говорилось, чтобы вы не рыпались! Вот и накололись! Сиди сюда! Вот так! Готово! Была дыра и нет дыры! Поразительно! Чудеса науки и техники! Ну? 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 Что «ну»? Ну, что теперь надо сделать? Я не знаю! Он тоже знает! Ну, надо поблагодарить их! Поняли? А-а-а! Очень благодарен! Да кто же там поблагодарит саму? Фу! А кто-то тут кавалер! А-а-а! Может быть, надо... Слушка! Может быть, надо мерси? Тр-мерси! Да нет же! Ну? Ну, надо поцеловать! Поняли? Поцеловать? Ручку? Ну что ж вы, Арамели! Ну, живо! Кто мне скажет, этично это или неэтично, чтобы член ВЛАКСМ целовал руку беспортильному товарищу? Беспортильному товарищу! Беспортильному товарищу? Очень смешно! Прямо моро! Целуйте! Живёконька! Или неэтично! Или неэтично! Слышите! Слышите! Тр-мерси! А теперь с тобой! А теперь с тобой! А теперь с тобой? А-а-а! Такой питрик! Будет! Довольно! Вы, а-а-а! 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 А-а! Вы мне, между прочим, сегодня всю ночь снились! Ужасно смешно! Ужасно смешно! А-а-а! Будто мы, вместе с вами, по железнодорожному полотну, вместе на коньках бегали! А-а-а! Какая ночь вокруг! Страшная! А-а-а! 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 И вдруг за нами по рельсам фривус! А-а-а! А-а-а! Тут что паровоз с фонарями! А-а-а! Ту-ду! Ту-ду! Гонится! Ту-ду! 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 Тяжелый случай на транспорте! А-а-а! И вдруг вы меня обнимаете! А-а-а! А-а-а! И вдруг я вас обнимаю! Да что вы говорите! А-а-а! И вдруг вместе! А-а-а! 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 И вдруг мы просыпаемся! Точнее я просыпаюсь! А я не просыпаюсь! А вы... Вы тоже просыпаетесь! А-а-а! Целоваться! А-а-а! 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 Целоваться! С мной товарища! Это этично или неэтично? А-а-а! 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 А-а! А-а! А-а-а! А-а! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А победите меня, зоологический сад. Всегда готов? Коммунеты есть? О, кавалер, есть? Чего же мы ждем? А Вася? А Тоня? Что скажет Вася? А что же скажет Тоня? Ну, это же так интересно. Ну, пусть и кавалеру. Я сейчас, Людмилочка. Сейчас чуть-чуть чешусь. Так, иди каванчика. Иду, иду, Людмилочка. Этично? Вполне. Я иду к тебе! Абрам! Что это значит? Уступка мелкой буржуазии зажиточному крестьянству. Абрам! Абрам! Ты куда? Оставь меня, дай мне успокоиться! Абрам! Оставь меня! Не трогай меня! Абрам! Грубый практицизм! Служение! Служение! Людмила! Ты дома? Нет. Отлично! Тоня, можно? Вася, погоди! Минуту! Ходи! Тоня! Да! Мне надо с тобой серьезно поговорить! Тоня! Что с тобой? Ты плакала? Какая чепуха? Посмотри мне в глаза! Ну? Ты любишь Абрама? Я думаю, это мое личное дело! А чего ж ты покраснела? Любишь или не любишь? Что за идеологическая постановка вопроса? Вот еще в самом деле! Тоня! Для меня это очень важно! Любишь или не любишь! Ну я не понимаю! Я Абрама очень уважаю! Абрам меня тоже уважает! У нас с ним общая скотка! Не любишь! Не любишь, Кузнецова! Вот тебе! Вон это! Да я жить без тебя не могу, понимаешь? Сумасшедший! И правильно, сумасшедший! Ну, любишь, да? Любишь! Ой, погоди! Ура! Любишь, любишь! Любишь! Не нормально! Все, пойдем по-другому, по-счастливому! Будем вместе читать, вместе любить, вместе творить! Стой! Давай обсудим создавшуюся положение! Давай! Хорошо! Предположим, ты уйдешь от товарища Абрама! Я? От товарища Абрама? О, Господи! От товарища Людмила! Я уйдала от товарища Абрама! Ну, хорошо ли это будет с точки зрения новой семейной бороли? Определенно хорошо! Определенно плохо! Сегодня зарегистрировалась с одним, завтра с другим! Хорошо! Какой пример мы покажем членам нашей организации? Кроме того, я застрою от личного счастья на несчастье других товарищей! Что ж нам делать? Ну-ка! Придется поступиться личными интересами ради интересов общих! А ты мне еще сегодня всю ночь снилась! Как будто мы с тобой наплевали на стол! И все время бьются чашечки! Ветер воет! А чашечки все бьются! Идиологически не выдерживайся! И вдруг... И вдруг... Ты меня обнимаешь! И вдруг... И вдруг... Я тебя... Обнимаю! И вдруг мы... Вместе! И вдруг... И вдруг мы все раз... Здравствуйте! Иду! Аплодисменты! Как же это у вас вот так быстро произошло? Прямо в ударном порядке прибегает наш знаменитый поэт Емельянчин Зёмый и бац! С места в карьер. Ребятки, события года! А братчик женился в Альске, женился! Все хотят вместе, приучаясь плюшками, словом, полное разложение. Стой. Кто женился? Когда женился? На ком женился? Почему женился? Так разве ж от этого болвана чего-то можно добиться толком? Бегом, говорит, по этому поводу делать, как организационные выводы, ребят, с вами через устраивать. Только я его и видел. Так что ждите, ребятишки, гостей. Гоните чай, разводите примус. Примус. Нет, ребятишки, в главе шуток поздравляю. Живите, ребятишки, дружно, не ссорьтесь, работайте вместе. Ну, главное, кто меня удивил, так это наш Абрамчик. Абрам женился. Прямо сюжет для кино. Ну, ребята, давайте. А, кстати, где Абрамчик? А где, где Абрамчик? А он пошел прогуляться с женой? Да, он пошел прогуляться с женой, погода хорошая, поэтому, да. Солнечное, вероятно, они скоро придут. А на ком Абрамчик женился? Да, действительно, на ком Абрамчик женился. Да, на товарища Людмиле. На Людмиле Акаров? Ага, да, на товарища Людмиле, да. Она, в общем и целом, симпатичная, нормально, да, все. Симпатичная? Мещаночка с Милковой ужасной идеологией. Причем не будем об этом. Ну, ну, ребятишки, показывайте вашу территорию, демонстрируйте ваши технические достижения. Нет, ой, а вы, кстати, где помещаетесь? А, мы, собственно, тут Абрамчик семейство. А, там помещаетесь, да? Там, да. Ага, симпатично. А это кто? А, это так, на пожилой интеллигент. Бабушка. Бабушка, чья бабушка? Ее бабушка, домашняя хозяйка, это дедушка, мой дедушка, герой труда, выдвиженец. Молодцы, ребятки. А это стало быть ваше техническое оборудование. Какой позор! Ну, что делать, а? Я не могу больше перебивать счастье в одном. Ну, что ты предлагаешь? Я скажу Флайне, что это была шутка. Мы же видел, что целовались. Все равно! Будьте отзовы! Флайна, Флайна! Привет, привет, ребята! О, Флайна, уже здесь! Здорово, Флайни! Флайна, ну, ты, собственно, как всегда, первая на месте происшествия? Это называется организатор, так и организатор. Первая не человек, а дается скорой помощи. А ну-ка, тоже у нас тут главная пастер-дамка для соросной любви, а? Не покажитесь. Васька, смотрите на него, спасибо. Тонька Кузнецова не выдержала, спеклась. Ребята, ну давайте как-нибудь организовываем, что же. Итак, товарищи, все вместе. Раз, два, три. Да здравствуют красные супруги! Пусть, путь, 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 тихо, тихо, тихо. А где обрамщик со своей супругой? Обрамщик будет. Ой, а не нужен чая? И вообще закуски не верят? Что это такое? Ну, вы, вы имеете ли все это? Вы не верите своё хозяйство. Сам, ты ли, профессор, выгодишь? На скалагости, вы можете привозь Костика? Светлана, товарищи, потемчаю, протестуйте. Светлана, товарищи, протестуем. И раз, два, три, три, выиграем, путь, путь, путь. В самом деле, где та опвалёная вечеринка, о которой нам так много говорили? Да, не судите, наоборот, ланчиков. Пусть, путь, 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 путь. Тишина и спокойствие, не смещайте молодых супругов, всё будет. А кто вы так разгородились-то, а? Да, действительно, товарищи, долой мелкобуржуазны перегородки, а то нам сегодня веселиться негде будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, да что ж, вы стоите! Ребята, не важно, вы подумали! Да, надо объяснить! Тихо! Брязься! Окочек! Поцелуй меня! Носика! Какой окон! А это этично или не этично? Чего? Котик! Ужи свои кошечки! Мяу! Смотрите, обратно что-то сделался котикам! Мяу! Мяу! О, Пласика! Ой, только! Тилетилетест на людях и невестах! Людмила, держи меня! Я впадаю полморочной состояниями! Пласик! Что такое? Горько! 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 Ну, ребятки! Целуйтесь! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чёрта моя! Здорово, ребята! Так, что я вижу? Васька и Тонька! Абрамчик и Людмилка! АПЛОДИСМЕНТЫ Удивительно! Поразительно! Шаг! Подобным образом жениться Ни в коем разе не годится! И кто уж тут на ком женатый Не разберёт медведь рогатый! Ну, это дело! Всё же ясно, кто на ком женат! Абрам на Людмиле! Вася на Тоня! Сам же об этом раззвонил первым! И что, к я? Не, братишки, по сути! Может быть, кто-нибудь и пьяный, но только не я сам! Сам в своими глазами видел, кто на ком женат! Товарищи, вы что-нибудь понимаете? Я ещё, слава Богу, в здравом мире, в тёрдой памяти и любого могу за поезд заткнуть! Мою поэму слыхали? Извозчик! Слухайте! Брось гений! Достал поизвозчику! Слышать не могу! Да ну тебя! А что касается этих? То, что все глазами знают, что Абрамчик на Тоне, а Вася на Людмиле! А у вас тут дураков! Разыгрывают! Ну да, разыгрывают! Людмила, подтверди! А, ну да! Конечно, разыгрывают! Да, в плане лобком у тебя! Кузнецова! Подтверждать! А, да! Да, товарищи, это всё была шутка! Вот тут товарищ Людмила может подтвердить! Ахахаха! Ой, ну какие вы смешные! Шуток даже не понимаете! Это мой знакомый супруг! Васька! Можем даже удостоверение показать! Ну что, Тонька! Всё хорошо! Трудовой контакт есть! Есть! Всё отлично! Есть! Что вы скажете? Как подделить! Но главное, кто меня больше всего удивил, так это наша Тонечка Кузнецова! Кто бы мог подумать, что такая солидная девица с таким широким, большим стажем в партии способна на такие игривые шутки? А? Что вы скажете, ребята? Мой отец! Кузнецова, ты меня искренне радуешь! Не всё же грызть грызть! Может и повеселиться, правильно? Да! Да! Давай веселиться! Застоем за дубки! Ребята, давай, ну что? А? Ну что? Рыба, хлеб, масло! Вот сейчас веселиться! Что? Ребята! Ребята! Что это? Ты нарушать. Круто? Всё, поставь! Давай, держи, давай-ка! Давай, принимай тебе пиво с чайницей! Так, сголодал у меня парня! Курка! Курка! Пиво! Без тебя да парни, бошли! Товарищи! Я против алкоголя в комсомольской среде! Какой алкоголь? Большевое пиво! Ну, горе интересное! На твоё усмотрение можно две бутылочки? Ради такого случая? Две бутылки? Ха-ха! Валяй! Есть! Товарищи! Внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Никого! Что мы делаем? А я знаю, что мы делаем! Нет, нет! Не целуй меня больше! У меня есть муж! Легко сказать муж! Легко сказать не целуй! Нет, нет! Не целуй меня! Не мучай! С ума сойти! Я жить без тебя больше не могу! Не могу! А я? А я могу жить без тебя! Котик! Что же это будет? Зас! С ума сойти! Ну, стой! А-а-а! Васька! Не говори мне ничего про Ваську! Когда он мне говорил про Ваську, я хочу открывать твою голову! Одно из двух! Либо я, либо Васька! Ну, котик! Как же так? Сегодня записалась с одним! Завтра не списалась с другим! Ну, нехорошо! Что скажут люди? Да какая разница! Что скажут люди? Если мы жить без друга не можем! Ты мне совсем голову закружил! Ну, ты, милочка, решайся! С ума сойти! Это будет такая жизнь! А-а-а! А-а-а! Все равно! Пускай! Идем! 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 А-а-а! 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 Идем! Вот сегодня она вечером с аспирантуры! А ее муж! Уже не ее муж! Этично это или неэтично! Идем! А Тонька! У-а-у! Либо одной из двух! Либо я! Либо Тоня! Сегодня записался с одной! Завтра записался с другой! Что подумают ребята из райкома? Что подумает товарищ Плавей? Кто? Плавий... Значит, нельзя? Значит, нельзя. Значит, прощай, Абрам. Прощай, Людмилочка. Хорошо, это я знаю. Прощай, котик. Прощай, Людмилочка. Скажи, свои кошечки. Мяу. 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 Прощай, Абрам. Прощай, Людмилочка. Абрам. Чего тебе надо? Срочное дело в аспирантуре. Прощай, Людмилочка. Да чего ж это так неэтично, когда ж это неэтично? Хорошо, тогда я знаю. Не могу я больше. Я не могу. Не могу. Черт с этим буржуазным велосипедом. Слова из головы вылетели. Людмила, дальше так продолжаться не может. Дело в том, что я, дело в том, что мы, дело в том, что наши с тобой отношения в корне. Людмила, ты, пожалуйста, не сердись. Постарайся меня понять. Не сердись. Вот ты мне скажи, Немильярд. Вот в чем дело? Слоство характеров есть? Есть. Взаимное понимание есть? Есть. Трудовой контакт есть? Есть. Все есть. А в общем и целом такой крах. Не понимаю. Сходство характера. Есть. Трудовой контакт. Есть. Все есть. А в общем и целом. Мрой. Или все сказать только я. Нет, она этого не переживет. С ума сойти. Наплюй добра. Лучше танцуй. Почему я должен танцевать? Танцуй, потому что обязан. Ты что, приятный? Танцуй, танцуй. Почему я должен танцевать? Потому что... Вот. Письмо. Кому? Тебе письмо. Мне письмо. А ну дай сюда. Э, нет. Танцуй. А почему я? От кого? От твоей подруги по жизни. От супруги. От Кузнецовой? Что-нибудь случилось? Нет, ничего не случилось. Встретились лучше распреди. Просила передать. Ну, ну дай сюда. Не дам. Танцуй. Семейный крат на лицо. Он заставляет меня танцевать. Отсчет с тобой. А ну давай сюда письмо. Танцовать тебя, знаешь, как слон на бутылке. Да, держи. Ну, у меня уже чувство начинается, эти феодальные штучки. Отдай мне, у Кирова, держа. Только ты, пожалуйста, не сердись и постарайся меня понять. Как бы тебе это объяснить? Видишь ли, я хочу быть по отношению к тебе до конца честным и порядочным человеком. Быть может, это будет неприятно, больно, но лучше сказать прямо и честно. Речь идет о тебе. Ну и, конечно, об Абраме. О вашем. О, боже мой. Все знаю. С ума сойти. Не перебивай меня. Дай сюда письмо. Товарищ Абрам, я долго думал и пришел к заключению, что дальше так продолжаться не может. При создавшихся объективных условиях, ну вот, я говорил, что он докопается до объективных условий. Я говорю тоже, помнишь, как глупаешься? Ну, простой, Емельян, я спрошу так. При создавшихся объективных условиях наша взаимосемейная жизнь неприемлема. Ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Крак на лицо. Считай, необходимым сделать из этого организационные выводы. Ой, травить, кажется, сейчас будет. Нет, топиться, милый, топиться. Да Емельян! Я должна уйти. Соберите все свое мужество, не пытаясь меня удержать. Так надо. Определенная катастрофа. Жуть, жуть. Не переливай меня. Я говорю, говорю, ты понимаешь меня? Ой, котик, ничего не понимаю. Вот этот экрест, ничего не понимаю. Не понимаю. Только потом тебя прошу. Не расстраивай себя. Ты и сердце мое не мучай. Вот, что я убила. Да. Ой, бедненький. Ой, как страдает. А все равно. Пускай. Все одно. Все одно. Когда ты будешь читать это письмо, я уже буду, вероятно, только чтоб не в крематории, только чтоб тут в крематории. Нет, в Москве реке, а там прохладнее. Да Емельян! Я уже буду в вагоне. В вагоне? Вагоне по дороге. Вагоне по дороге в деревню. Нет, тут что-то не то. Вагоне по дороге в деревню, куда меня направляют, и я получилась приятную работу на основании моего личного земли. Постарайся меня забыть, и я дай Ольги Цирилёвой. С комсомольским приветом, а Кузнецово. Ай, Тонечка! Той, молодец! Я тоже думал, что-нибудь ужасно-феодальное, а тут никаких драм. Людмилочка, я иду к тебе, ты слышишь? С ком приветом, Кузнецово! С ком приветом, Кузнецово! Сосло! Сосло! Ты что делаешь? Спрашивай меня, Вася! Уходишь, что ли? Да, ухожу! От чего такое дело? Ухожу! И мне спрашивают, и держи меня! Пусти! Что ты, солнышко? Милочка, как я могу тебя не пускать? Ну, конечно, насильно мил не будешь. Ну, так вот, я ухожу! Прощай! Нет, нет! Ничего не говори! Я здесь кое-чего оставила! Потом приду! Прощай, Вася! Сама ушла! И очень даже просто, и без всяких трав, ушла! Ушла! А Тонька Тонечка моя, Тонька Яковитка моя, ушла, ушла, ушла! А кто ушел? А кто ушел? А кто ушел? Людмилка. Людмилка. Что? Людмилка ушла? Ты с ума сошел? Кузнецова ушла? Ты с ума сошел? Кузнецова ушла. Кузнецов? Ушла? Ты шутишь? Ты шутишь? Стой! Стой! Стой, не стой, братишки, а дело совершенно ясное. Обе пауэр в одну или когти, ясный факт. Она совсем ушла? Совсем ушла. Совсем? Совсем, а что? А что? Куда? Куда? Уехала работать в деревню, а что? Уехала в деревню, а что? Как же так, постой. Как же так, постой. Так, подожди. Людмилочка, совсем? Совсем? Совсем, а что? А что? Куда, куда, говори, уехала. Да, в общем, неизвестно. Куда же ты смотрел? Куда же ты смотрел? Ну, от чего там я? Так ты ее вообще отпустил? Как ты ее отпустил? Нет, куда ты смотрел? Мне куда ты смотрел? Стой! А ты здесь вообще при чем? А ты здесь вообще при чем? А кто ты здесь при чем? Может быть, ты здесь больше при чем? Может быть, он здесь больше при чем? Молчи! До того довёл девушку, что она пошла в чёрт, дорога! Лишь бы не видеть твоей поганой рожи! Я довёл девушку, а не до чего Людмилу довёл! Хоть ты, поцелуй, меня вносит! Хоть и пятку себе вносит! Ммм, видеть тебя не могу, хозяйчик! Вот ренегаты и слышу! Это кто, ренегат? Ренегат, ты оппортунист! Это я, ренегат? Маська, я буду вместе за ренегат, а то бы я обиделся! Это кто, ренегат? Это кто, ренегат? Это кто, ренегат? Эй, я не буду бросить! Это кто, ренегат? Почитаю! Да, танцевались! Потеха! Даже я немного устал. Теперь, когда бабы отсюда окончательно смылись, можно и переночевать. Закуска. Буду писать новую поэму. Нужно только создать подходящие условия. Ну, начнем. Еминя, ты? Мы. Ты чего разоряешься в чужом доме? Что происходит? Был чужой дом, собственно. Что здесь происходит вообще? В общем, драма в шести частях. Все бабы уехали, а мужики пошли биться. Ты чего, пьяный? Объясни толком. Ну, я тебе и объясняю. В общем, начну сначала. Васька, трескался в Тоньку. Тонька, Ваську. Абрам, как дурак, аж пищит в Людмилку. Людмила, аааа. И в Абрама. В общем, они так долго это скрывали, что все так. Упло. Абрама, и сам дурак. Нет. Так. Могу уехать. И мужики ушли. Дуэль будут устраивать на пистолетах. Не понял, каких пистолетах? Ну, как по Роману там. Пулю в лоб, и ваших нет. Дуэль? Да, да. Как Роман. Так что ж ты ждешь, болван? Два болвана пошли дуэль устраивать. Организацию посмотреть. Отверьте, болван. Лежит, жрет. Ну-ка, вставай, быстро. Чтоб эти дуэлянты были здесь. Живые или мертвые. Хорошенькое дельце. Прямо скандал на весь район. Тоже мне, блин, советские кусары. Ты куда? Ухожу от крови. Куда ж ты уходишь? На работу в деревню. Новое дело. Чего ты забыла в деревне? Не спрашивай меня. Так надо, честное слово. Прощай. Эй, нет, погоди. Ты мне толком объяснишь, что у вас тут произошло? Ничего не случилось. Прощай. Нет, ты не целый остался. Что у вас здесь произошло? Ничего. Ах, ничего? Ничего, не знаю. Ты не знаешь, так я знаю. Ваську любишь? В глаза посмотри. Васька тебя любит? В глаза посмотри, говорю. Любит. Так что ж ты мне голову морочишь и устраиваешь здесь психологические драмы? Любите друг друга, так сыпьте в ЗАГС и нечего в деревню ездить. А как же драмы? Думать надо было раньше. Ну я думала. Вы честно думали. Концент характера. Вообще практически установка. А как же любимого. Кота права. Они не переживут этого. Понимаешь, нельзя строить людей. Счастье, но не счастье другим. Куда? Стоять! Донька, солнышко моё! Товарищ, ты милая? Кошечка моя, я же все слышала. Бери, бери себе Ваську, только не расстраивайся, ради бога. А без Абрама, без Абрама мне не жить. Дедочка, дедочка. Ну вот, пошли теперь реветь. Эх вы, обезьяны мои дорогие. Плачьте, валяйте, иногда помогая. Иди сюда, говорю. А ну, можно, давай. Иди сюда, говорю. Успокойтесь, девочки, это два наших петуха. Сюда, иди. Устроятся в семейной сцены. Эх, старик, блядь, ну че он? Ну давай, давай. Куда дел, говорю. Где, Тонька, где? Стоять убила. О, хозяйчик поршил. Смотри, не как гребаный. Тонька, Людмилка. Людмилка, Тонька. Слови. Слови. О, Тонечка, но ты еще в деревню не уехала. Людмилочка, я так рад. Ребятки, не грудите вола. Все уже давно ясно, понятно, известно. И про меня. Тонька, Ваську любишь? Людмилка, Абрамочка любишь? Люблю. Ну, товарищи, это этично или не этично? Абрам, не будьте весь уродным попугаем. Пережидите ли все, как угорелое. И театр устраивайте. У меня, между прочим, другие обязанности. О, Тонечка. Людмилочка. Абрамочка. Котик, скажи своей кошечке мяу Ну, ребятишки, любите друг друга и не валяйте дурака Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Привет, Дорожное радио! Меня зовут Женя Обрезков И я хочу поздравить весь политех со студенческой весной С успешными концертами и спектаклями А для всего ЭТФа поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую зажигательную песню Спасибо! 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 Спасибо!